Всем привет! И сегодня мое видео посвящено комнатным цветам. Очень много мне писали, просили показать, что же с моими фиалками. Я так понимаю, что фиалки, так же как у меня, у многих большая проблема, потому что они достаточно капризные, не очень любят, когда много цвета, в то же время они любят, когда свет, но достаточно капризные. Сейчас я вам покажу. Во-первых, начну со своей новиночки. Очередная фиалочка, которую я, можно сказать, подобрала. Это, смотрите, как она мне порадовала. Я ее, в общем-то, ее хотели уже выкинуть. Я уговорила продавца, мне он ее за 50 рублей отдал. Вот, она не знала, честно, каким будет цветом. Цвет очень потрясающий, очень необычный. Смотрите, какую она мне дала шапку. Тут прям столько-столько цветов. Очень-очень много. Красивая фиалка. И по цвету очень необычная. У меня, в общем-то, такой никогда не было. Хотя, в принципе, видов фиалок у меня очень много. Значит, покажу следующую фиалочку. Ну, она уже у меня была. Смотрите, у нее не шапкой, а она дает вот так отдельно. Это та фиалочка, с которой я, которую я уже собралась подарить. Она у меня уйдет сейчас. Это, как бы, ее уже не будет. Тоже красивая фиалка. Видите, вот те листочки, которые стоят ближе к цвету, видите, они немножечко подгорают. Не успела еще положить. Солнце вдруг резко появилось. Не было, не было солнца. Не положила туда листочки бумаги, чтобы они все-таки не сгорали. Следующая фиалочка. Она вот такая махровая, немножко необычная. Вот так, я вам сейчас покажу. Вот такая фиалочка. Очень красивые у нее. Смотрите, какие красивые листья. У нее достаточно крупные, почти с мою ладонь. А еще только-только начинают. Видите, вот они только пошли. Еще только начинает она у меня цвести. Я ее рассаживала, делилась. В общем-то, и она еще у меня пока такая. Следующая. Тоже она, видите, шапка. Есть сверху такие вот, видите, большие, как бы, шапочки. И моя, одна из моих любимых. Смотрите. Это у меня просто, знаете, наверное, ассоциация. Почему-то мне казалось, что фиалки должны либо быть таким цветом, либо таким. Но это еще с детства. И поэтому вот я оставлю, пока у меня будет 4 фиалочки. Я просто, честно сказать, хочу еще добавить в коллекцию белую. Вот эта фиалка мне, конечно, тоже нравится, но как-то вот, ну, наверное, просто хочу, чтобы была вот такая вот сверху шапка. Было много-много цветов. Они вот так вот по отдельности. А так как девочка тоже, ну, у нее много фиалок и такой у нее конкретно нету, то мы, я решила, что я ей ее подарю. Еще немножечко о своих цветах. Ну, прям коротенькое сегодня будет видео. В принципе, особо тут нечего рассказывать. Это декабрист, который меня радует. Он цветет не то, что два, он три раза в день. Вот он решил, всем поверну его. Опять зацвести. Хотя на улице солнце и жара. Но он сказал, что нет, ребята, я буду цвести. То есть вот такой вот он у меня. И, а, денежное дерево. Решила поставить с ним небольшой такой эксперимент. Прочитала, что есть денежное дерево, которое цветет. У меня такого еще не было. Вот, нашла тросточек маленький взяла. Почему-то он мне, смотрите, как дал два сразу одновременно. Посадила вот этот вот, который побольше. Здесь вырос еще один небольшой. И вот, не знаю, будет он цвести, не будет цвести. Хочу почитать, посмотреть, как сделать, чтобы он цвел. И последнее вот на сегодня растение, которое, это, конечно, не все мои растения. Ну, те, которые я просто хотела показать. Это растение. Привезли мы его, видите, вот оно такое длинное. Это плющ. Мы привезли веточку из Праги. Были когда в Праге. Кто там, кому интересно. Там есть видео, это покупки в Праге. То есть сувениры. Я привезла, сейчас я немножечко отодвину, чтобы было маленькую-маленькую веточку. Три, вернее, веточки. Вот одна веточка не пошла, а две других пошли. Вот они были вот, считай, три таких маленьких. Почему не пошла, но ее я вытащу. Я просто оставила, чтобы снять видео, показать. А эти пошли. Посмотрите, какие они стали большие. Растут. Плющ очень красивый. Он у них растет на улице. В общем-то, и мы решили посмотреть, как он будет расти дома. Вот такой вот красивый у нас плющ. Очень красивые листочки. Это вот то, что мы привезли с улицы. Сорвали три. Два у нас пошли. Вот это все мои фиалочки. И вот декабрист, который радует. В конце апреля месяца решил зацвести. Вот еще денежное дерево, как его многие называют. И вот это растение, которое растет в Праге на улице. Мы решили поэкспериментировать и попробовать, как оно будет себя вести дома. Но вы уже, наверное, поняли, кто смотрит мои видео. То есть, все мои цветы, которые, в общем-то, у меня есть. Это либо где-то я покупала там за очень низкую цену. Либо вот их... Ну, в общем-то, займал. Или бы брала небольшой, прям буквально небольшой отросточек. Такие красивые цветы. Сейчас я вам еще дамами полюбоваться. Там мусор лежит. У меня падает в кадр. Ну и вот это вот шапка. Безумно красивый цвет. Необычный. Очень необычный. Вот мои цветы. Ну, на этом мое видео. Комнатные растения. Я заканчиваю. Если вам будет интересно что-то посмотреть, еще что-то хотите узнать, я с удовольствием отвечу на все ваши вопросы. На этом я с вами прощаюсь. Вы были на канале Алена. И с вами была я, Алена. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин